Это так зазывают уток, но сюда слетелась не дичь, а рыболовые охотники. Предприниматели стараются не только удивить новинками, организовали мастер-классы. У нас вот такая вот новенькая щучка, многосегментарная, на кевларовой основе. Мы ее представили в том году осенью, то есть очень много отзывов, очень много пойманной рыбы. Красивая, симпатичная, я такого не видел никогда. Гостей из Волгограда уже ждут казачьим клинкам и попахом предпочитают ремни. В Казани есть казаки, тоже просят привозить, чтобы также могли приобщиться ближе к своей культуре. На ярмарке рыболовы-охотники могут не только познакомиться с новинками отрасли, но и сфотографироваться с охотничьими птицами. О проблемах рыболовов и охотников на коллегии Госкомитета по биоресурсам. О них глава ведомства Федор Батков. Например, экономическая оценка запасов охотничьих животных республики составляет полтора миллиарда рублей. И тут важен учет животных. В нами выявлены были следующие нарушения. Такие, как применение снегоходов на второй день учета. И самая главная попытка нарисовать третий в Бомбасинском, Тетюшком, Атнинском, Апатерском, Росмагонском охотничьих хозяйствах. Сработал и надзорный орган комитета. В 2018-м было пресечено более 1 тысячи правонарушений, взыскано 7 миллионов рублей. Возбуждено 86 уголовных дел. Непростым будет и этот год задачи от премьера Алексея Песошина. Необходимо усилить контроль за хозяйственной деятельностью на особо охраняемой природной территории. В части исключения дистанционированного строительства, освоения полезных ископаемых, живого строительства. Еще задача научить рыболовов и охотников пользоваться электронными госуслугами. Через портал, например, можно получить билет, а нарушениях сообщать в народный контроль. Редактор субтитров А.Семкин